Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу «Другой мир». Здравствуйте. Программа «Другой мир». Её ведущая Татьяна Доля, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас в эфире, наконец-то, гость в студии за долгие месяцы из Даугавпилса, Александр Беляцкий, путешественник, популяризатор пробуждающих практик. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Сегодня мы бы хотели поговорить о том, как можно путешествовать автостопом. Александр сделал два путешествия таких совершенно грандиозных автостопом. Одно длительностью два месяца, если я не ошибаюсь, 60 дней. И расскажите поподробнее сами, как оно было. Да. Как вы сказали, у меня было два путешествия больших за последние 10 лет. Вот. И одно из них было путешествие из Москвы на республику Алтай. Оно заняло у меня 40 дней. И да, проехал я 8 тысяч километров за это время. Вот. Автостопом? Автостопом, да. Это всё на попутках. Вот поподробнее, пожалуйста, как вообще? И до сих пор неужели это возможно автостопом проехать столько вообще километров? Ну, на самом деле, да, автостоп достаточно такая, скажем, благоприятная тема, да, в принципе, во всех странах. Вот. А в России особенно, потому что там автобанов не так много. Просто обочины есть хорошие, вот, поэтому ездить можно. Да. И на самом деле берут тоже очень хорошо. То есть есть как бы, ну, многие люди спрашивают, вообще берут ли, да, и так далее. Да, не боятся ли сейчас. Да. На самом деле сейчас всё намного лучше, когда я ездил по России, да, говорили, что раньше это было более как-то, да, опасно может быть. Но сейчас люди стали как-то более открыты, ну, и ситуация немножко изменилась. Вот. Поэтому, когда я ездил, всё было очень даже хорошо. Но мне кажется, что опасно. Я как с точки зрения женщины, я, конечно, не представляю, но, наверное, мужчина может себе позволить один так поехать. Женщине, наверное, всё-таки не стоит. Ну, я, наверное, тоже, да, всё-таки сторонник, что это мужское дело, если это делать соло. Если это хочет попробовать женщина, девушка, да, то это лучше делать либо в паре, да, с подругой хотя бы, да, либо в паре с другом. Вот. У меня есть знакомые, которые ездят, девушки, но, опять-таки, это так тоже вот такой вопрос, который, как бы, да, он достаточно спорный. Да, да, да. Скажите, а кто вас вдохновил на эту поездку? Или это просто была, в общем-то, потребность вашей души? Или же всё-таки был кто-то, какая-то личность, которая вас вдохновила? Я думаю, что изначально это была потребность души, а потом и нашлось то, что вдохновило. Вот. Я посмотрел, первое путешествие у меня состоялось в паре с другом, с одноклассником. Да. В 2010 году мы решили это сделать зимой. Было минус 16 градусов. Сколько же вам лет было, извините? Ну, это, получается, 18-19 лет нам было, да. И да, мы решили съездить, а вдохновил нас тогда фильм, есть такой в диких условиях, 2007 года, он как раз про парня, про юношу, который оставил университет, всё бросил, решил отправиться путешествовать по Америке. Я посмотрел тот фильм, осенью я очень зарядился, я очень хотел, но понимал, что одному страшно, и я вообще не был уверен, как бы реально ли это, да. Да. То есть это тогда было ещё, может быть, не так популярно у нас здесь в Латвии, хотя и сейчас, на самом деле, не очень популярно. Это не очень популярно, конечно. Вот. И да, я решил попробовать, я предложил эту другу, и слава богу, что мой друг очень лёгкий на подъём, он сказал, а давай сделаем. Вот. И мы, соответственно, с ним выехали, добрались с ним, хотели выехать из Даугупилса, доехать до Риги, добрались в конечном итоге мы до Скривери, да, это 80 километров, по-моему, доезжая до Риги. Но тогда мы получили самое главное, мы получили опыт и понимание того, что это реально возможно. Ну, а после того уже начались наши более длительные путешествия. Ну, вот это длительное путешествие, которое длилось 60 дней, это было с другом? Нет, это было соло. Если так брать хронологически немножко, да, то первое у меня состоялось в 2060 году, и это зимой. А потом я летом, я наколесил в Германию два раза, съездил с этим же товарищем, да, мы с ним были в Альпах один раз, а второй раз просто доехали до стоянки дальнобойщиков на границе там с Польшей практически. То есть нам было самое главное просто доехать далеко. Мы доехали, переночевали там где-то рядышком и поехали обратно. То есть мы поняли, что это реально делать не только по Латвии, это реально делать и далеко. И это для нас было, конечно, как, знаете, расширение горизонта. Мы поняли, что такая свобода. То есть как и школьники, мы еще школьники тогда были, то есть денег там, соответственно, не очень много. И когда ты понимаешь, что у тебя открыт весь мир, это было, ну, по крайней мере, Европейский Союз. Конечно. Да, это было очень круто. Вот, а потом были еще какие-то путешествия более мелкие, там, в Польшу, в Литву. Потом пять лет я не путешествовал до 2015 года. А в 2015 году я поехал в Болгарию. Там три месяца у меня была стажировка после университета. И я решил почему-то опять попутешествовать. То есть Болгария сама очень классная страна, очень такая самобытная, уникальная. И мне хотелось ее посмотреть именно изнутри. То есть не туры какие-то брать, а самому я вспомнил, почему бы не сделать это автостопом. И я тогда начал делать вылазки сначала такие на день. Но на самом деле у меня получалось так, что я ехал на день, где-то как-то ночевал, потому что у меня не было снаряжения тогда в Болгарии с собой. И да, на следующий день возвращался. Вот. И там у меня тоже был очень сильный опыт, когда я впервые переночевал один в горах. То есть это было для меня такое своего рода посвящение, когда я понял, что я могу делать это один, и я могу ночевать один. Потому что до этого у меня был страх именно ночевки. Одному, непонятно где. И как только у меня этот страх как бы был преодолен, в 16-м году я съездил, ну я вернулся уже из Болгарии, соответственно, был в Латвии. Я съездил из Риги в Клайпиду на три дня на Куршскую косу. У меня там такой баунти было. Вот. Это была тоже своего рода подготовка к более крупному. И в 16-м году тоже я уже тогда собрался на Алтай. Я купил себе хорошую экипировку, там рюкзаки и так далее. То есть я основательно подготовился и в плане экипировки, и в плане физически, и в плане, то есть тоже ментально как-то настроился. Ну и отправился, соответственно, в ЖМ. Вот сразу вопрос возникает. Насколько это дорогостоящая поездка? Ну, то есть, может быть, кому-то покажется, что если это автостопом, то это бесплатно. Это никогда не получится бесплатно, все равно это деньги. И, может быть, ну хотя бы ориентировочно, какое количество денег было потрачено в этой поездке? Да, на самом деле деньги я не считал, но, как вы правильно заметили, это бесплатно как бы редко получается. Конечно, конечно. Хотя на самом деле автостопщиков можно разделить на несколько групп. Есть автостопщики, у которых реально цель путешествовать как можно бюджетнее. И они могут ездить даже без деньги. Я таких встречал. Я встречал парня с девушкой, которые ехали из Подмосковья на Камчатку справлять свадьбу. И они это делали без денег. И мы с ними встретились, это было где-то, Курган есть такое место, там граница с Казахстаном, недалеко в России. И они рассказывали, что да, они как бы едут, и они вот, да, их кормят, их поят, им дают деньги и так далее. Вот. Это один такой вид. Но есть автостопщики, для которых самое главное не сэкономить, а именно получить те впечатления, которые получить других. Да, ради чего они, собственно, поехали, да? Да, потому что в автостопе мы на самом деле получаем абсолютно уникальный опыт. Вот. Ну а насчет денег, да, то есть, ну, это все зависит очень от человека. То есть, в принципе, есть такой очень известный автостопщик из России, Антон Кротов, он путешествует, ему сейчас около за 40 уже хорошо, он путешествует типа с 13 лет, то есть, он такой реально мудрец автостопа, он легендарная абсолютно личность, и он говорил, что в принципе человек тратит в автостопе примерно столько же, сколько тратит в обычной жизни. Вот, но у меня это точно так не выходило, тратила я гораздо меньше. Ну вот, поэтому так. Единственное, что да, вышла дорогая экипировка. То есть, я купил все самое лучшее, что я себе мог позволить, рюкзаки, палатку, потому что я понимал, что находясь далеко от дома, это гарант моей безопасности. Да, конечно. То есть, я как бы подготовил все, что я мог со своей стороны, а остальное я оставил уже на воле случая. Ну, слава богу, все было очень-очень хорошо. Ну, какие-то опасности все равно есть в таких путешествиях, безусловно, да? Как-то вы готовились к этим опасностям возможным? Ну, и исходя из той местности, в которую вы двигались, да, вы, наверное, все-таки знали, у вас был план, куда вы поедете, и вы немножко представляли, какие там могут быть ситуации, ну, такие немножко стремные, я бы сказала, да? И, наверное, вы к этому тоже готовились. Здесь, знаете, мы еще во время путешествий с моим другом в 2010 году, мы с ним придумали, что автостоп – это круговорот добра в природе. И мы как-то старались нацелиться именно на то, чтобы все было хорошо. То есть, мы даже старались, у нас даже была мысль, например, а не взять ли с собой нож, типа, да, там на всякий случай, то есть, мы там как бы не планировали, но думали, а вдруг? Но потом мы подумали, что как бы этим мы сразу же уже формируем некую такую как бы свое поведение, в том числе, если у нас нож в кармане. И мы поняли, что мы настроимся именно так, что у нас будет как бы все здорово. Слава богу, так всегда и было во время всех моих путешествий. Я никогда не брал с собой нож для самообороны. То есть, это было, если он у меня и был рядом, то это исключительно для таких целей. Да, как бы, ну, бытовых каких-то, скажем. Вот, но опасные ситуации, разумеется, в автостопе могут быть. И здесь, опять-таки, тоже я очень четко старался понимать, что я могу предусмотреть, что нет. Например, отправляясь на Алтай, я понимал, что мне нужна хорошая обувь, потому что это горы. Да, я не ехал там в сланцах или в кроссовках. То есть, я брал себе хорошие горные трекинговые ботинки, высокие, да, с хорошей подошвой, нескользящей и так далее. Я брал себе хорошую палатку, которая там, ну, то есть, тоже качественную. Вот. Но есть, конечно, вещи, которые мы не можем предусмотреть, но они подразумеваются. И одна из таких самых-самых – это водители, которые едут очень, ну, то, что называется, агрессивное вождение. Это у меня было несколько раз, несколько запоминающих случаев, запоминающихся. Один раз я ехал, это был Кабардино-Балкария. Я ехал с двумя кавказцами, ну, молодые горячие парни. У них была какая-то машина, ну, там, ПМВ, что-то может быть такое. Вот. И мы ехали по горному серпантину. Он несся порядка, я не знаю, там, 80-90-100 километров, хотя там скорость точно такая не разрешена. Он обгонял машины посплошной, обгонял также перед непросматриваемыми поворотами. Для меня это было, то есть, ну, я сидел, я понимал, что вот, знаете, мне хорошо, что я такую философию себе выбрал, что, ну, на все воле Божьей. То есть, я понимал, если я уже сюда подписался, я уже не скажу ему, слушай, останови, мне страшно. Я уже ехал, я просто говорил, на все воле Божьей. Ну, какой-то элемент предания здесь присутствует. На самом деле, очень большой. Мой автостоп, вот тот, который я практиковал, он весь вообще про предания. Да, да, да. То есть, он про то, чтобы именно отдаться. Потому что ты никогда не знаешь, кто за рулем вообще на самом деле сидит. То, что он выглядит прилично, это еще не значит, что он психически здоровый, например. Ну, знаете, был на самом деле еще один случай тоже очень интересный, тоже как раз с водителем такой, которого можно назвать, ну, который очень так интересно вел машину. Я ехал, это было в Польше, остановился мужчина, обычно я к нему сел, он говорил чуть по-русски, чуть по-английски, мы с ним ехали, говорили. У него какая-то музыка духовная играла в машине, он меня про Бога постоянно спрашивал. Ну, какой-то такой интересный у меня показался. И в один момент едет машина перед нами, встречная идет. Я понимаю, что он хочет ее обгонять, но понимаю, что это будет вот тютелька в тютельку. И он перекрещивает дорогу и начинает обгонять машину. Я вжимаюсь как бы в сидение и понимаю, что, ну, и вот буквально мы встраиваемся, и машина проезжает. Я тогда думал, что как бы, ну, это будет все, но в конечном итоге обошлось. Но что меня больше всего удивило, когда он остановился, он стал переодеваться, и вот оказалось, что он был капеллан. То есть, это был католический священный служитель. И это был тоже очень такой интересный опыт, вот запоминающийся. Ну, наверное, очень много интересных людей на этом пути встретилось. Ну, если мы говорим об этом путешествии, да, какие-то, ну, помимо людей, что особенно запомнилось в этом путешествии? Ой, знаете, на самом деле 60 дней в автостопе, да, наверное, про ощущения я могу сказать, потому что 60 дней в автостопе, это, знаете, у меня такое ощущение, что это 600 дней в обычной жизни, потому что, когда постоянно новые люди, постоянно новые ситуации, постоянно новая местность, то у нас реально в обычном дне такого скопления событий не бывает, поэтому за 600 дней, можно сказать, моего автостопа, по факту 60, произошло очень многое, но ощущение, если говорить про самое яркое, вот у меня это было в 2017 году, когда я ехал вокруг Черного моря, на попутках, это второе мое большое такое путешествие, оно заняло, это было 10 тысяч километров где-то, я проехал 10 стран, и там, знаете, у меня было такое глубокое погружение в это состояние странничества, в это состояние путешественника, то есть я не жил там в хостелах, я иногда раз в неделю мог себе это позволить, постираться, еще что-то, то есть в основном я вот путешествовал реально вот так вот очень по-свободному, и я когда находился в горах Болгарии, я уже проехал Россию, Грузию, Турцию, и я в Болгарии уже какое-то время был, то есть я уже понимал, что я автономен абсолютно, у меня, знаете, сложилось такое ощущение, что я причастен очень древней традиции странничества, я понял, что я лишь один из тех, кто веками и тысячелетиями в поисках ответов на свои вопросы путешествовали, и тогда это у меня был очень мистический момент, я вот даже сейчас говорю, у меня мурашки. Да, я тоже срезонировала в этот момент. Да, да, то есть вот это было одно из самых сильных ощущений, но в целом ощущение тотальной свободы, то есть мой автостоп для меня, это про свободу, это про то, чтобы ни границ, по сути, каких-то нету определенных, ну, конечно, официальные есть, да, то есть это понятно, но в целом, что как бы сейчас мы особенно мобильны, и это, да, состояние тотальной свободы, то есть вот это то, что мне давал автостоп, это вот колоссально. В принципе, тот вопрос, который я подготовила, следующий, что вы самое такое глубокое вынесли, вы мне на него уже фактически ответили, да? Ну, вы знаете, это был один из, то есть, ну, если так брать, мои первые путешествия с другом, которые были, они были скорее как такой, знаете, юношеский интерес, типа, что, реально, что, реально можно, реально берут, типа, да, да ладно, типа, без денег можно ехать. Это был первый этап. Второй этап – это был в Болгарии, когда я понимал, что это круто познать страну, то есть, реально, я мог позволить себе ехать там с туроператорами и так далее, но я понял, что круто познать страну людей, тем более болгарским похож с русским языком, плюс у меня английский есть, То есть, я очень свободно мог общаться с людьми, получать от них информацию, то есть, узнавать про места и сами места посещать такие, куда не едут, может быть, туроператоры и так далее. То есть, я просто находил и ехал. И тогда у меня уже стал появляться интерес к так называемым местам силы. То есть, Болгария – очень уникальная земля, и там есть огромное количество фракийских, тракийских памятников, это Древняя Греция, то есть, святилища, очень мощные такие места. Там у меня стал проявляться этот интерес, и да, это был 15-й год, но когда я преодолел вот этот свой страх с ночевкой одному где-то в дикой природе, я в тот момент понял, что для меня это больше как, знаете, как такая жизненная философия на какой-то момент была. Это было паломничество. И на Алтай это для меня было именно паломничество. То есть, я ехал не в путешествия, не посмотреть там на горы, да, то есть, я ехал именно за такой, знаете, за духовной силой. И на самом деле то, что происходило на Алтае – это фантастика. И если говорить про еще один глубокий момент, то это ощущение, что тебя ведут. То есть, когда у меня все складывалось настолько, просто, понимаете, я даже не знаю, как сказать, то есть, все было в нужное время, в нужном месте. То есть, мне попадались люди, я попадал в нужные места. Я иногда ехал там в каком-то, не знаю, на… ехал и понимал, что вот здесь мне надо выйти. Я говорил, что вот я здесь хочу выйти, я выходил. И оказывалось, что мне там надо было, потому что там я знакомился с человеком, с которым потом были какие-то там дальнейшие взаимодействия длительные. Ну, то есть, не столько по плану, хоть и по плану, но больше все-таки по чувствованию какому-то… Плана не было. Плана у меня вообще, честно сказать, вот с 16-17 год, большие путешествия, у меня плана не было. Я на Алтай ехал, просто на Алтай, я знал, у меня были какие-то пункты, куда я хочу, но я ехал, и как мне такое пришло как бы сравнение, что я ориентировался по знакам, но отнюдь не дорожным. То есть, это были какие-то знаки от жизни. Когда человек говорит, слушай, а вот тут есть там такой заповедник Ученмек, съезди, посмотри. И я туда еду, я там остаюсь на неделю, в конечном итоге знакомлюсь там с очень такой фантастически интересной женщиной-писательницей из Дании, с волонтером из Америки. Мы с ними совершаем путешествие к Священной горе. То есть, ну, на самом деле можно писать книгу. Вот я только хотела сказать, вообще, какие-то заметки же, наверное, вы все-таки делали и вели какой-то дневник или нет? Дневник. Я, знаете, я всегда мечтал о том, чтобы его вести, но на самом деле, на самом деле, да, на самом деле дневник вести не получалось, потому что настолько все было наполнено, что на него просто не хватало времени. Я знаю, есть автостопщик, который объединяет, это даже снимают блоги, но тогда нет. Ну, мы сейчас остановимся на рекламную паузу и потом продолжим. Мы продолжаем нашу программу «Другой мир». И еще раз в гостях у нас Александр Беляцкий. Да, здравствуйте еще раз. Продолжаем наш разговор. И вот буквально еще пару слов расскажите, пожалуйста, вот про какие-то сакральные места, которые вы там увидели. Вот действительно самые такие запоминающиеся. Да, самые запоминающиеся места. Одно из них было на Алтае. Я туда не собирался ехать, но так меня туда занесло, как говорится. Это мульта за мульта, такая деревня. Она находится рядом с Белухой. Белуха – это одна из высочайших вершин вообще в Евразии. Ну, нет, не в Евразии. Ну, по крайней мере, да. Ну, как бы, да, в общем, одна из высочайших. Не помню, в России так точно. Вот, в России. Вот. И да, а мульта за мульта – это место, где по легендам могла быть и Шамбала. Так называемая легендарная. Вот. Рерих ее там тоже искал в тех местах. И вот это одно из таких сакральных мест. И там действительно энергетика просто мощнейшая. То есть дикая природа в сочетании вот с этими легендами – это что-то фантастическое. А это было, когда на Алтай ехал. А второе место – это было, когда я ехал вокруг Черного моря. Я сначала хотел поехать в Карелию, но в конечном итоге поехал на юг, в Краснодарский край, к Черному морю. И там меня заинтересовал Геленджик и Дальмены. Вот. Ну, и Дальмены тоже места уникальные. Кто-то их чувствует, уникальность этих мест, кто-то меньше чувствует. Но для меня это было, как, знаете, как магниты, которые притягивают очень разных людей. Так называемых духовных искателей, которые ищут какие-то ответы на свои вопросы. И там я действительно познакомился с замечательными людьми. С некоторыми мы общаемся до сих пор. Да. И был фантастически тоже красивый опыт. Мы там жили вместе, вместе практиковали. То есть это очень так здорово. А так мест было много, я всегда старался. Ну, Болгария – это отдельная история. То есть это… Там можно говорить многое. Там было три недели. Там Рильские озера есть, семь Рильских озер. Такое очень сакральное место. Монастырей много, святилища фракийские те же самые. То есть там… Ну, как-то в общем и целом картинка складывается. Как оно? И планируете ли вы еще путешествовать автостопом? Я, знаете, я, в принципе, никогда не рассказываю о своих путешествиях до. Поэтому пока… Пока, да, это все. Ну, вот Саша еще обозначил себя как популяризатор. Пробуждающих практик. Ну, такой классический духовный искатель. Ну, можно сказать так. Да. И может быть пару слов, что же такое популяризатор духовных пробуждающих практик. Да. О чем это? Это все, на самом деле, продолжение всех моих исканий. Да, то есть автостоп – это тоже было исканием своего рода, только это было более такое в проявленном мире. Ну, если так немножко связать, да, вот этот переход сделать, то однажды я был когда в Тбилиси. У меня как-то, знаете, было не очень хорошо. Я понял, что от себя не убежишь. То есть мне как-то… Вот я понимал, что у меня всплыли какие-то старые моменты, что автостоп как бы уже стал чем-то привычным. Я тогда вспомнил древнюю мудрость, что можно ехать в Тибет, чтобы искать ответы, но на самом деле все ответы в Тибет. И у меня это было всегда, но тогда это очень ярко обозначилось. И я тогда понял, что хочется глубже в себя идти. Я тогда даже ушел в том же году, в 17-м, по возвращению зимой, я ушел жить на хутор один. Я жил там отшельником полтора месяца. Практиковал тоже свои какие-то вещи. Ну, и в целом, очень давно я ищу. То есть я вот именно стараюсь так, знаете, все, что я нахожусь, стараюсь проверять. То есть меня мало, наверное, интересуют какие-то красивые фантастические описания. Мне вот конкретная техника дается, я ее пробую и понимаю. Дыхательная, например, какая-то или какие-то растяжки или еще что-то. Как она на меня действует, если она как-то влияет на мое состояние сознания, я ее соответственно оставляю. Да, подходит ли она или нет, да. И да, и так стало складываться, что я делился сначала этим с близкими, с друзьями. Они как-то этим были заинтересованы, рассказывали другим, мы встречались с другими людьми. Они говорили, что вот Саша там такое-то знает, можно с ним встретиться. Я это стал тоже как-то проводить какие-то занятия. Вот. И сейчас, да, сейчас это делаю регулярно. Делаю это в онлайн, делаю это в живых каких-то эфирах. И если, да, сказать, ну, в социальных сетях, если сказать по поводу самих пробуждающих практик, да, то тут, может быть, тоже обозначить вообще, что такое пробуждение, да, для меня. То есть, по сути, пробуждающие практики для меня – это синоним практик самопознания, самоисследования. Или, как ещё говорят, духовные практики, но у многих очень такое, знаете, отношение разное к слову «духовный». Поэтому мне нравится самоисследование. Самоисследование – это очень всем понятно, то есть о чём это. И для чего эти, собственно, пробуждающие практики? Здесь, наверное, знаете, можно выделить таких несколько ключевых моментов, почему они, собственно, нужны и что это такое. То есть, если говорить про пробуждение, то это вот состояние, в котором мы осознаём, что мы сейчас, вот прямо сейчас, сидим на огромном шаре, подвешенном, по сути, где-то в бесконечном пространстве. Зачем он здесь появился и откуда – никто понятия не имеет. Более того, сто лет назад, например, меня не было. Через сто лет я навряд ли ещё буду. И в связи с этим тоже возникает такой вопрос – а куда я иду, откуда пришёл? И мы, как правило, редко об этом задумываемся. Но на самом деле пробуждение, на мой взгляд, в моей практике – это осознавать то, что мы, на самом деле, существа конечные. Это очень важно, и это даёт некую красоту жизни. Как правило, людей это пугает. То есть, когда мы знаем, что мы конечные, нам кажется, это страшно. Ну, конечные в этом физическом теле. Физическом, разумеется. Безусловно. Безусловно, да, безусловно. Но многих это пугает. Многих это очень пугает. И, опять-таки, в тех же путешествиях у меня было такое ощущение очень большой свободы. Когда я ехал на Алтай, мне казалось, что я вообще ничего не боюсь. Пока я там не встретил одного человека. И он… Да, то есть, там была ситуация одна опасная. Вот одна была, когда я понял, что на самом деле нет. Я пока не готов покинуть. То есть, мне реально ещё страшно. Да. Вот. Ну, так да. Это про пробуждающие сейчас. Ну, на самом деле, я могу сразу сказать, что я, Саша, увидела его прямой эфир, когда он давал тибетскую гормональную гимнастику. Я с ней знакома очень давно. Я знаю все эти упражнения. Но вот это то, о чём наша программа. Программа «Другой мир», о людях вдохновляющих. На самом деле, я так вдохновилась. Вот правда, Саша. Ну, вот правда от души говорю. Вот это вот ваше вдохновение самого, от самого процесса, то, как вы это сами делаете. Я с таким вообще кайфом сделала всю эту практику. И действительно, ну, вот действительно это важно, вот это сопровождение звуковое, ваши ощущения, как вы этим делитесь. Поэтому всем слушателям я с удовольствием вот прямо рекомендую послушать и подписаться. И, в общем-то, может быть, кто-то будет это делать теперь или в прямом эфире, или в записи. Да, потому что мы все, далеко не все знаем, что такое вообще чувствовать своё тело. Да, и мне бы хотелось вот сейчас немножечко успеть поговорить об этой теме. Вот что такое чувствование. И вы очень хорошо в этой практике показываете это, почувствуете. И когда вот я сама сталкивалась с людьми, которые не понимают, что такое почувствовать своё тело, да, они головой это всё… Это, знаете, да, очень интересно. Я проводил одно занятие, и я предложил женщине ощутить. Я говорю, вот ощути своё тело, да, она конкретную точку выбрала, она говорит, я не могу. Я говорю, ну как, ты там ничего не чувствуешь? Она говорит, нет, ничего, пустота. Я тогда и сказал, а физические ощущения какие-то есть? Она сначала даже тоже не очень могла понять, о чём я говорю, но в конечном итоге мы с ней стали подходить к тому, что у нас там тепло, покалывает, есть какое-то ощущение движения грудной клетки на вдохе и выдохе и так далее. И здесь, знаете, по поводу ощущений тела, на самом деле, да, это интересно, что мы, как правило, его не ощущаем. То есть оно у нас, ну, это неспроста, потому что мы с ним, по сути, как бы живём с детства, с рождения, и для нас это настолько привычно, что мы к нему настолько привыкли, что даже не осознаём его. Но в действительности, в тот момент, когда у нас появляется возможность наблюдать своё тело как бы за его физическими ощущениями, в тот момент мы получаем, знаете, очень интересный опыт. И в самомассажах, да, которые вот я как раз тоже преподаю, да, и в прямых эфирах, и в живых занятиях это бывает, я как раз очень людей через такую направляемую, по сути, как медитацию, называется, guided meditation на английском, я пытаюсь именно их внимание направить на какие-то ощущения. У нас, например, есть упражнение, где мы растираем руки. Мы растираем руки, и всё. И, как правило, когда я видел, как люди преподают, они говорят, ну и делаем упражнение. Я предлагаю разотереть руки и потом почувствовать тепло, что мы сделали, то есть какую кнопочку мы в теле нажали. Вот в этом и есть фишка ваша, я согласна. Да, да. И это да, это действительно, это тоже, это именно пробуждающие моменты, которые помогают людям пробудиться в теле. Потому что, почему опять-таки это важно, возвращаясь к пробуждающим практикам, потому что наш ум может быть где угодно. Мы можем думать о прошлом. Я сейчас, например, могу сидеть и вспоминать, как у меня было в детстве что-то. Наш ум может быть в будущем. Да, то есть я могу там, не знаю, представить, куда я поеду там автостопом в следующий раз. Но моё тело, оно останется здесь. И тело, оно является своего рода таким, в хорошем смысле, якорем здесь и сейчас. А как известно, здесь и сейчас – это состояние, в котором мы максимально эффективны. То есть об этом боевые искусства восточные, об этом творчество, об этом, по сути, всё, вся наша жизнь. Да, сейчас очень много вообще об этом стали писать и говорить, и очень хорошо, потому что этому стали уделять большое внимание. Да. О том, чтобы люди были здесь и сейчас. Да. Да, и этому сейчас учат и учителя везде, и это замечательно, потому что это действительно очень важно. Осознавать себя сегодня, вот сейчас, а не думать о том, как это будет классно завтра. Да, да. Тогда, может быть, ещё расскажите, какие у вас ещё есть. У вас есть онлайн какой-то ваш проект, да? Да, есть такой проект, называется он «Утро в радость». В него как раз входит тибетский гормональный самомассаж, который мы проводим по утрам. И цель этого проекта заключается в следующем, что я в процессе своего какого-то поиска, да, я понял, что для того, чтобы самопознание происходило как-то более интересно, увлекательно и глубоко, необходимо соблюдать некие условия. И одним из таких условий является режим дня, ранние пробуждения. Потому что если мы поздно ложимся и поздно встаём, как правило, у нас как-то не возникает желания как-то заниматься практикой, как правило, это идёт какая-то борьба. И я тогда решил, что было бы здорово вставать рано. Об этом говорят также многие древние тексты, что важно рано вставать. Ну и вот да, и так возник этот, даже не проект сначала возник, возникло моё длительное исследование, где вот я искал ключи, как вставать рано. Потому что вставать рано неделю, это понятно, а вставать рано там полгода, например, или год, это уже тяжелее, до 6 утра, предположим. И вот как раз с 2020 года я начал вставать до 6 утра регулярно, плюс я это делаю без будильника. То есть я нашёл некие ключики, как это делать ненасильственно. Потому что до этого я на протяжении 8 лет я пытался вставать, знаете, как это, займёт будильник, я встал, надо, неважно, выспался, не выспался, то есть такой борец, типа сам с собой. Но я понял, это не работает, тело своё возьмёт. И проект «Утро в радость» это о том, как просыпаться радостно, естественно и легко без будильника. И да, если говорить про онлайн-проекты, сейчас я провожу регулярно в Zoom, есть такой у меня онлайн-интерактив, где я как раз делюсь своими какими-то проверенными рекомендациями, абсолютно конкретными. Я показываю короткий комплекс тибетского гормонального саммассажа, который делается ещё в кровати, который помогает мне просыпаться. Я бы делаю каждый день. Ещё в кровати это прям ключевое. Это ключевое, да. Потому что на самом деле вот эти вот практики, которые можно делать в кровати, это вообще для многих очень важно. Да, да, но действительно, это знаете, не зря наши предки говорили, как день начнёшь, так его и проведёшь. И когда действительно день начинается, особенно с самомассажа, то есть потрогать себя, это приятно. Если ты знаешь, как это делать кайфово, то есть если есть какие-то ключики, все мы знаем, как это делать кайфово на самом деле, но если у тебя есть какие-то инструменты, то на самом деле я утро жду. То есть для меня утро – это реально утро в радость, потому что я знаю, что у меня будет самомассаж, ну и плюс ко всему я знаю, для чего это делать. То есть очень важный момент тоже мотивации. Ну и вот мой проект, соответственно, «Утро в радость» он об этом. О том, как пробуждаться раньше, как получать от этого большую пользу, и как использовать это для разных целей. Для кого-то важно время для себя высвободить для развития, кому-то важна духовная практика, для третьего хочется достигать успеха в бизнесе, у всех своё. Но ранние подъёмы мы все прекрасно знаем. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Ну вот так. Ну да, на самом деле, когда вы говорите «потрогать своё тело», это действительно может звучать немножко так своеобразно, но по большому счёту, если мы не знаем своё тело, то как мы можем рассчитывать на то, чтобы какой-то наш партнёр должен догадываться о том, где нам приятно, скажем, чтобы нас там где-то потрогали, погладили. То есть это на самом деле познание в первую очередь своего тела – это действительно очень важный момент. И чем раньше человек к этому приходит, тем проще ему потом и в отношениях в том числе. Да. Безусловно. Абсолютно верно вы сказали. Я даже на занятиях говорю, что вы – это единственный человек, кто может себя трогать в любом месте и знает, как это делать лучше всего. Да, да. Потому что у нас есть непосредственная обратная связь. То есть мы пришли там, другой человек нас трогает, да, он может думать, что нам приятно, а нам, например, не так будет приятно. Когда мы делаем сами, это легко. Это первый момент, который вы очень правильно заметили. А второе, что действительно, знаете, древние говорили «познай себя, и вся истина внутри». И на самом-то деле это не метафора вся истина внутри, это реальная инструкция к действию. То есть когда я закрываю глаза, например, я делаю самомассаж или я делаю медитации, я погружаюсь в ощущение себя, то есть там есть уровни. Есть уровень физических ощущений. Да, то есть какие-то грубые, так называемые, там температура, там покалывания какие-то, вибрации. Но есть ощущения более тонкие, которые я, например, не могу описать. Они могут происходить как внутри тела, так и за его пределами. Но мы их, как правило, не чувствуем не потому, что их нет, а потому что наше внимание, оно имеет эту градацию. Потому что мы не привыкли это чувствовать. Да, не привыкли. И есть тоже очень важный момент, что чем более интенсивные ощущения, тем больше внимания в него есть. То есть, например, боль – это самое сильное. Поэтому когда человеку больно, там говорить про какие-то ощущения, такие, не знаю, там тепло, покалывания, какие-то приятные, не приходится, потому что всё внимание там, хочется кушать или ещё какие-то физиологические потребности – тоже. Но мы реально имеем доступ к этим ощущениям, которые вне слов. Только надо практиковать. Безусловно. Ну и, в общем-то, не только мы можем там… Мы можем сейчас уже говорить о том, что и наши клеточки, они всё слушают. Даже прямо сейчас. Да, и даже прямо сейчас. Да, и на самом деле, как бы это ни звучало, что мы можем на самом деле и договариваться со своим телом, договариваться с какими-то конкретными органами. Да, и это на самом деле так и есть. Это работает. Кто-то над этим смеётся, а кто-то уже понимает и делает какие-то конкретные медитации и работает над собой таким образом, самоисцеляясь фактически. Насколько я помню, вот были такие исцеляющие, по-моему, русского одного советского ещё учёного. У него целые книги были написаны. Я уже сейчас забыла, кто их написал. Это вот такие вот аффирмации, которые на каждый орган были написаны, и ты просто их проговариваешь. А, Сытин, по-моему, это был. По-моему, Сытин. Вот, совершенно верно. Тоже были замечательные. Да, это когда ещё было написано. Да. Ну, вы знаете, у меня ещё так сложилось, что у меня филологическое образование. То есть насчёт слов и установок, и насчёт разговора с собой. То есть у меня ещё так… Ну, разговор с собой – это, конечно, не по специализации. Да, да. Вот, но в целом о важности слов и звуков. То есть на самом деле есть, например, звук «гр», «бр», «тр». То есть это звук, который явно не очень гармоничный. Есть звуки «ла», «до». Это что-то более приятное. И когда мы говорим себе элементарно приятные звуки, это хорошо. Если мы говорим себе слова, которые для нас имеют какое-то позитивное, как бы… Они нас приводят в позитивное состояние. Например, можно вот посмотреть, не знаю, там, на лицо чё-то и сказать «морда», сказать «лицо» и сказать «лик». Будет одно и то же явление, но мы по-разному назовём. И от того, как мы назовём, будет зависеть то, как мы будем воспринимать его. Поэтому важность слов, несомненно, если возвратиться к разговору с собой, то на самом деле… Действительно, вы правильно сказали, у нас это не принято. То есть я тоже на своих занятиях говорю, «гладьте себя и говорите, я себя люблю». И у многих людей, я вижу, у них возникает сопротивление. У меня у самого было, типа, ну как? Да, да. Во-первых, типа, чуть ли не такое, что себя любить нельзя. Особенно тело, гладить – это как-то интимно. Но я тогда специально, когда вижу, что людям, как бы, знаете, где-то есть такое неловко, я говорю, даже почувствуйте, что в этом есть немножко эротичность, потому что в этом есть эротичность. Да, конечно. Но на самом деле это нужно снимать, потому что наше тело – оно сакральное, оно священное, оно божественное. И то, что мы воспринимаем его, как там, знаете, какой-то вот… что-то, что нельзя потрогать, это неправильно. То есть наше тело – это всё. Да, об этом надо говорить. Это всё, что у нас есть здесь, по сути. Да, да. Об этом надо говорить. И, в общем-то, как раз очень здорово, что вы делаете, в общем-то, на первый взгляд, простые практики, которые, правда, давно всем известны. Но вот это вот сопровождение, оно очень важно. Потому что одно дело, когда я сама там растёрла руки, приложила, но мне, вот лично мне очень важно, когда я слышу это сопровождение, мне заходит гораздо легче, проще. И, ну, безусловно, если я с вами резонирую, да, и мне вот ваша энергетика подходит, мне подходит то, как вы это всё преподносите. И это действительно, наверное, многим нужно. И делитесь этим, записывайте, делитесь. И было бы здорово, если бы вы ещё и всё-таки записали заметки о своих путешествиях и сделали какую-то, я не знаю, для начала может быть дневник, он может быть просто на страничках в соцсетях, да. Потому что может кто-то вдохновиться, опять же, наша программа о вдохновении, да, и кому-то захочется тоже испытать этот опыт. Да, да. Ну, даст Бог, это появится, да. На самом деле сейчас у меня очень много разных проектов, то есть и онлайн, и живых проектов. То есть, на самом деле, очень много в Риге и в Дагу пился, поэтому я как-то больше сконцентрировал именно на том, чтобы делиться с людьми вот этими самопробуждающими практиками. Их очень много. То есть тибетский гормональный самосаж – это одна из. А какие еще? Те же медитации мы делаем совместные, да, то есть очень просто. Потом мы делаем, у нас сейчас такой появился тоже, как концепт, называется Open Circle. Это совсем новая штука, мы недавно провели ее в Дагу пился. И там у нас идея такая, что мы собираемся вместе, и каждый желающий имеет возможность поделиться своей практикой самопознания. В кругу, свободно. Да, то есть там есть, конечно, какие-то такие как бы условия, как мы это делаем, да, но в целом это возможность людям передать то, что хочется. Других людей – это возможность принять, это возможность быть вместе. И на самом деле, когда мы совместно, я долгое время искал один. То есть я реально, ну я и отшельничал, да, я там и путешествовал один. Я понял, это классно, но приходит момент, когда хочется быть с коллективом. И когда вот сейчас больше практик я делаю в коллективах, это абсолютно другой уровень развития совместного. Во-первых, это идет обмен энергиями. Безусловно, кто-то вдохновил вас чем-то своим. Вы вдохновили тут же, и так вот по кругу и пошло. На самом деле, это не только в этих практиках. Везде, да. Это рекомендуется везде. И в каких-то женских девичниках, я тоже всегда говорю, это замечательно, когда там девушки, женщины собираются между собой и тоже делятся. Кто-то чем-то, каждый чем-то владеет, каждый в чем-то реализовался. И это замечательно этим поделиться и кого-то этим вдохновить. Да, да, абсолютно. Вы только в Даугупилсе проводите эти занятия? Или же все-таки вы в Ригу тоже приезжаете? Как у вас? Я и тут, и тут. Вот в Риге есть другие проекты. О них пока еще говорить не буду. Они в таком совсем процессе становления. Да, но в принципе, в большей степени я сейчас в Даугупилсе. А так, очень много я провожу занятий онлайн. То есть, тот же тибетский гормональный саммассаж, я проводил его в прямых эфирах. Вот, сейчас это больше в Zoom планирую проводить. Вот, и плюс у меня есть такие вот эти онлайн-интерактивы. Да, они у меня проходят, как правило, по субботам, если набирается группа. Мы в 9 утра собираемся. Полтора часа я вот рассказываю как раз, да, про то, как легче вставать. Я показываю комплекс. Мы выполняем какие-то такие практические задания письменные, где люди ищут свою мотивацию. Даже письменные? Письменные, да. Это именно онлайн-интерактив. То есть, это где мы не просто пришли, послушали. Вот, есть идея запустить еще как-нибудь марафон по ранним подъемам именно утро в радость. То есть, не когда мы встаем, знаете, в 5 утра, несмотря ни на что. То есть, это, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Человек завязывает с марафоном, завязывает и, соответственно, с подъемами. А именно помочь людям просыпаться с радостью. Есть такой момент. Поэтому тот, кто захочет, может следить. В социальных сетях есть. В Facebook, Instagram, соответственно, там вся информация будет появляться. Ну, летом еще не так сложно это сделать. На самом деле, у меня нет проблем летом вставать, когда солнце… Вот самое сложное – это, когда начинается осенний период. И вот тогда действительно тяжело. Это правда. Потому что летом или когда ты находишься в южных странах, вообще не проблема встать рано. Ну да. Да, само солнце, сам климат, он способствует этому, да. А вот, конечно, когда наступают темные месяцы, вот тогда, наверное, здесь нужно включить все вдохновение и мотивацию. Тут надо мотивацию хорошую. И мотивацию, да, да. Я использую сам у себя 3 плюс 1. То есть, у меня есть 3 уровня мотивации плюс еще один дополнительный. То есть, когда я по утрам, то есть, я знаю конкретно, для чего я встаю. Поделитесь своим мотивациям. Ну давайте, хорошо, да. Это как раз из моего онлайн-интерактива я могу поделиться. Первый уровень мотивации – это то, зачем вставать всем. И известная фраза «Кто рано встает, тому Бог подает», она имеет как физиологические обоснования, так и такие, скажем, более тонкие духовно-энергетические. То есть, об этом пишут та же Аюрведа. Да. То есть, об этом говорится, что если хочешь быть здоровым, если хочешь быть счастливым, успешным, вставай до восхода солнца. Это первый момент. Первая мотивация, которая всем подходит. Вторая мотивация – это моя личная. То есть, для меня лично, я знаю, что когда я рано встаю, мой день проходит по-другому. Как будто все складывается легче. То есть, как будто все случайные события какие-то происходят. Ну, в кавычках случайные. Люди какие-то там связываются со мной, что-то предлагают. Ну, как-то все вот так хорошо происходит. То есть, это один момент. А второй момент – я занимаюсь духовной практикой по утрам, и я хочу это делать много, мне это нравится, и мне это в кайф. Если я встаю там после шести, то у меня не хватает времени на это качественно сделать. Поэтому мне нравится вставать. Мое любимое время – это в четыре, между четырьмю и пятью. А это второй уровень мотивации. Зачем мне конкретно вообще в целом? Третий уровень мотивации – это зачем мне завтра? То есть, я знаю, сегодня мне хорошо было рано встать, потому что мне нужно было ехать в Ригу, чтобы встретиться с вами, чтобы зарядиться этой утренней энергией, чтобы поделиться ей с окружающими людьми. Это вот третий уровень мотивации. И четвертый – это утро в радость. То есть, мой самомассаж – это является тоже вот этим плюс один, что мое утро, оно в радость. То есть, это не про насилие. Это самое главное на самом деле. Если человек найдет, для чего ему в радости вставать по утрам, как в детстве, знаете, когда у нас праздник, вот ты вскакиваешься, не надо путинники, ты в три утра там споришь, блин. Ребенок уже ждет. Да-да-да-да-да. То есть, смысл вот в этом, как вставать вот так. И если мы начинаем свой день так, вы представляете, как меняется жизнь? Потому что я на самом деле, я еще с людьми разговариваю очень много тоже на таких консультациях. То есть, когда меня спрашивают, как ты это делаешь, я уже как бы конкретно, индивидуально мы разбираем этот вопрос. И очень многие говорят, знаешь, у меня утро – это нелюбимое время. А я встаю по утрам, я смотрю на птиц, я смотрю на восходящее солнце. Энергии другие. Конечно. Это абсолютно. То есть, как только солнце взошло, как только люди начали вставать, появляется такая активная энергия. Она классная. Она другая. Все равно она другая. Утром говорят, что до восхода действует так называемая энергия сатвы, энергия благости. И если мы встаем, то мы естественным образом ей заряжаемся. И как говорят продвинутые практики, что это единственное время до восхода солнца, когда эту благость и святость мы можем получить, вот эту сатву. Потому что потом день у нас – это активные действия, а вечер – это время успокоения. Потом мы спим – это вообще время, когда мы находимся в другом состоянии. Поэтому я даже такая у меня есть мысль, что если хочешь изменить жизнь, начни рано вставать, а остальное приложится. То есть, режим дня – это одна из основ. Я благодарю вас за столь вдохновляющий эфир. И очень рада знакомству. И я вот резонирую с вами очень хорошо, поэтому мне очень приятно было с вами познакомиться. Поэтому всем слушателям, кто хочет присоединиться к Александру, его легко найти в соцсетях, в Инстаграме и Фейсбуке. Спасибо вам большое и всего хорошего. До свидания. Всего доброго всем.